22-летний мужчина выбросился из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, что на пересечении улицы Макатаева и Панфилова. Сотрудники ДПП, первые прибывшие на место происшествия, установили, что жилище съёмное. Незадолго до случившегося время здесь коротала молодая пара. По словам спутницы мужчины, на такой шаг он решился якобы после употребления наркотического средства марихуана. Эти доводы полицейские непременно возьмут на вооружение и перепроверят. Между тем, врачи сообщили, что молодой человек вследствие падения получил множественные переломы. Он был госпитализирован. В Латавском районе Алматы полицейские и прокуроры выявили детей, ни разу не сидевших за школьной партой. Одна из них – девочка, проживающая вместе с мамой в микрорайоне Шанрак. Гулистан должна учиться в 11-м классе. Однако она до сих пор не знакома со школьной жизнью. В Латавском районе Аминова Гулистан. Собака Бүлде мармайда. Он шахтай ек жас нам бастап. Алматы отрады. Элі бірде бір класс каварнады. А это 10-летний алматы. У нас житель микрорайона Ужет. Визит полицейских инспекторов застал мальчуга на врасплох. Он ещё спал, в то время как его сверстники находятся в школе и получают среднее образование. Собака Бүлде мармайда. Мы должны обеспечивать со стороны государства, государственных органов, получение указанными лицами достойного образования. Автомашина марки «Субару» была охвачена огнём вследствие дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в четвёртом часу утра в частном секторе на улице Василевского. Установлено, что иномарка на большом ходу угодила в забор одного из домов. Очевидно, водитель разогнал машину, не подозревая, что впереди тупик. В результате произошёл пожар, и «Субару» сгорело дотла. Водитель, между тем, скрылся с места происшествия в пешем порядке. Полицейские отыскали истинного владельца иномарки. Мужчина утверждает, что несколько месяцев назад продал машину в рассрочку своему знакомому. Алматинский полицейский награждённый орденом Айбен провёл для студентов ознакомительную экскурсию в ДВД. Гидом для учащихся КИМЭП выступил начальник отдела по расследованию преступлений против личности Следственного управления ДВД города Алматы полковник полиции Мурад Жалилов, служащий в органах внутренних дел более 20 лет. Мурад Иванович имеет богатейший опыт работы в органах внутренних дел. Авторитетный сотрудник, наставник молодым сотрудникам. На него равняются наши молодые сотрудники. Он награждён государственной наградой, орденом Айбен второй степени за раскрытие и расследование уголовного преступления, имеющего особой тяжести. Сначала гости посетили музей департамента, где ознакомились с историей обстановления алматинской полиции и с яркими подвигами стражепорядка, которые, рискуя собственной жизнью, противостояли преступности и спасли жизни многих людей. И вот как гласят архивные документы, тогда впервые создаётся полицейское управление для сохранения спокойствия в городе. Одним из первых начальников нашей лердинской милиции алматинской было Багазма Санчи. Далее будущие юристы ознакомились с работой Центра оперативного управления ДВД. В ходе беседы полковник Джалилов рассказал об особенностях деятельности следователей и о нововведениях в уголовное, а также уголовно-процессуальное законодательство страны. В общем, место происшествия – это, в принципе, как сок-кадр. Если смотреть кино, допустим, снять фильм, в сцену убийства снимаем, человек убил, человек ушёл. И вот в этом месте, после того, как он ушёл, допустим, остановить сок-кадр. Следственная задача следователя – вот этот сок-кадр изучить и по возможности прокрутить эту плёнку назад. Ну, хотя, конечно, не в буквальном смысле, переносом, понимаете, да? Между тем, представитель ВУЗа отметила, что в деле подготовки будущих юристов важное значение имеет приобретение ими в ходе производственной практики, навыков работы, в связи с чем и была организована эта встреча. По словам Гульнар Исаканова, экскурсия в полиции выдалась очень интересной и благотворной. Стены Алматинского ДВД студента намерены посещать как минимум один раз в семестр. Глава Алматинской полиции в честь 97-летия уголовного розыска вручил благодарственные письма родителям лучших оперативных сотрудников. Торжественное мероприятие, приуроченное Дню уголовного розыска, состоялось в клубе ДВД с участием руководства, личного состава, ветеранов органов внутренних дел, а также родителей сотрудников с честью и высоким профессионализмом, исполняющих свой служебный долг. Порядка 200 лучших мастеров сыскного дела за безупречную службу и высокий профессионализм от полицейских командиров получили медали, почётные грамоты и денежные премии. Сегодня Алматы является крупным финансовым и экономическим центром, остаётся привлекательным как для бизнеса, так и для криминальной структуры. Каждое пятое преступление по стране совершается в нашем городе. Мало преступлений, высокая динамика, принятие решений невольно заставляет сегодня нас становиться мастерами своего дела, напористыми, контактными, импровидирующими в работе руководителями. Обращаясь к личному составу, руководитель городской полиции отметил, что проводимое Министерством внутренних дел Республики Казахстан работа направлена на реализацию главной цели – обеспечение конституционных прав и свобод граждан. Здесь продолжают работать люди, особо преданные, с обострённым чувством справедливости и нетерпимости к правонарушениям, готовые в любую минуту прийти на помощь. Поколение сотрудников в розыске молодеют, но мы горды, что у них на счете уже немало раскрытых тяжких преступлений. Хотел бы выразить особую благодарность присутствующим здесь родителям, лучших молодых сотрудников уголовного розыска. Спасибо вам за воспитание трудолюбивых, целеустремленных детей, достойных сыновей нашей родины. Дорогие лейтенанты полиции, садикарию Бейбета, оперуполночного УВД Аллатовского района, дедушка Кужаев Садетханов Смитинович. Я благодарю руководство ДВД за высокую оценку службы моего сына, Нуреева Амира. Всего лишь год с небольшим он работает у вас. За это время у нас с мужем были большие переживания, выдержит ли он ритм службы. Ведь не секрет, что работа ваша – это большая школа жизни, тяжелая не только физически, но и морально. Требует высокого профессионализма и большой ответственности. Но сегодня у нас в семье первая победа. Под занавес торжественного мероприятия силами стражей порядка и звезд эстрады был организован праздничный концерт. «Через годы, через расстояния, На любой дороге, в стороне любой песни ты скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой». Песня «Через годы, через расстояние, Песня «Через годы, через расстояние, Кринань» «Через годы, через расстояние, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не торопись. Тебя никогда не перестанут ждать. Центральная Азия без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутреннего дела Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 195 преступлений и происшествий. 80 из них раскрыты по горячим следам, в том числе одно изнасилование, два разбойных нападения, четыре грабежа, 128 краж чужого имущества, шесть хулиганств. Зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, ещё 22 травмированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова